Братья и сестры, приветствую вас сердечно, рады уже несколько дней быть в вашем общении. Скажу, я очень рад, мог получить много назидания. Удивительным образом Господь действует в нашей жизни, и известные нам истины обновляет в нашем сознании, показывает грани этих истин, и снова в сердце возбуждает стремление идти к той цели, о которой мы говорим в течение этих дней – «Любишь ли ты меня?» Наш Господь, как совершенный Бог, знающий глубины человеческого сердца, заботится о каждом из нас. И Пётр, который сегодня может быть больше в поле нашего внимания, как человек, к которому были обращены эти слова – «Любишь ли ты меня?», он был предметом внимательной заботы Господа. Может, не то слово «предметом», да объектом внимательной заботы Господа с самого начала и до конца. Его начало было таким, что Господь его призвал к себе. В Евангелиях это по-разному описывается. Похоже, что не один раз этот призыв звучал. Но каждый раз апостол Пётр так решительно отзывался идти за Господом. И не всё получалось. И даже после продолжительного уже времени общения со Христом у него не всё получалось, о чём вчера мы говорили побольше. А Господь его не оставлял. Он его снова и снова в своей заботе вёл вот к этой вершине духовной жизни, к глубине духовной жизни, о которой сегодня чаще говорят братья. Как поступать? Вот как любить Бога? И в разных проявлениях, в разных аспектах этой темы мы освещаем те высокие цели, к которым надо бы стремиться. И я скажу, что к этим целям надо стремиться и тем, кто совсем недавно обратился к Господу, и тем, кто уже десятки лет следует за Христом и имеет определённый опыт духовной жизни. Для нас эти цели остаются как цели. Мне очень нравится апостол Павел в этом направлении. Он уже примерно 30 лет следовал путём Иисуса Христа. Это был пламенный проповедник. Это был человек, через которого Дух Святой образовал уже многие церкви. Он был наставником очень многим людям и помогал им в духовной жизни. Это был человек, на которого, образно говоря, христиане смотрели снизу вверх. Это скала, это вершина. Он иногда говорил, братья, подражайте мне. Но как он о себе говорил, братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее, простираюсь вперёд. Я понимаю, что это должно быть целью нашей жизни, и моей в том числе. Потому словом, которым буду делиться, оно для меня близко, и вам хочу передать некоторые мысли. Я прочитаю текст из книги «Псалтирь», чтобы не комментировать много, а потом к тексту вернёмся и снова продолжим эту мысль. «Псалтирь», 118-й псалом, это самый большой псалом в Библии. Я прочитаю с 25-го стиха. «Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби, укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил перед Собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим. Господи, не постыди меня. Потеку путём заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце моё». Некоторые исследователи Библии говорят, что 118-й псалом, он написан группой мыслей и группой стихов. В данном случае я прочитал 8 стихов. В подлиннике эти мысли ярче, выразительнее звучат, чем в нашем переводе. Но всё равно. Вот иногда говорили и так. Я тоже с этим соглашался, может быть, не зная глубины писания в своё время. Подлинник – это цветная фотография со всеми оттенками ярких цветов. Перевод, говорят так, чёрно-белое. Ну, всё сохраняется, но цветов там немного. А я прихожу к другому заключению. Перевод – это тоже цветная, только цвета немного блекла, не так ярко, как на самом деле первоначально звучало. Ухожу немного от этой мысли. В этом тексте я нахожу в прочитанном тексте одну связующую мысль. Мне нередко приходится встречаться, беседовать с молодыми людьми, которые подходят и говорят – помогите, рассказывают свою жизнь духовную. Я слушаю и сестёр, и братьев, и я смотрю – они искренние. Они по-настоящему хотят следовать путём Иисуса Христа. У них сильная борьба. Они сделали шаг, шаг в правильном направлении, правильный шаг, а теперь дальше и как будто трудно дальше идти. Они очень хотят жить победной жизнью, они очень желают, чтобы вот так поступать, как написано в Священном Писании, но как будто трудно этого достичь. Мы вместе молимся, и я вспоминаю, и я проходил такими путями. со временем приобретаем духовный опыт. По тому темой моей проповеди я отбрал такую тему, чтобы поделиться некоторым духовным опытом на пути к победной христианской жизни. Первые три стиха, которые мы прочитали, я их сейчас напомню. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Они говорят о состоянии искреннего покаяния перед Богом. Состояние искреннего покаяния перед Богом. Несколько важных элементов здесь отмечено. Душа моя повержена в прах. Оживи меня по слову твоему. Сознание того, что ты полный панкрот. Блудный сын, когда он находился вдали от отцовского дома и оказался в таком абсолютно беспомощном состоянии, умирая. Он говорит, в доме отца моего хлеба много, а я умираю от голода. Он пришел в такое состояние, когда, говорит, встану, пойду к отцу моему. Душа моя повержена во прах. У меня больше ничего нет. Я понимаю, я осознаю свою греховность. Куда не посмотрю, на каждый день моей жизни. Это сплошные ошибки. Это потери и грехи. Но это не все. Смотрите дальше, что написано. Объявил я пути мои, и ты услышал меня. Научи меня уставам твоим. Если мы будем жить постоянно в состоянии сознания греха, но ничего больше дальше не делать, мы так можем прожить всю жизнь в мучениях совести, и у нас ничего не поменяется, и к цели мы не придем. Объявил я пути мои, исповедание надо. Надо прийти к Богу с покаянием, склониться перед Ним и сказать, Господи, прости. Надо, чтобы, как блудный сын, встал и пошел к Отцу. Встану, пойду к Отцу моему и скажу ему, Отче, согрешил я против неба и пред Тобою. Это очень важный элемент обращения к Господу. Сегодня тоже будет предложена такая возможность по тому, друзья, кто нуждается в покаянии. Вы готовьте сердце свое к тому, чтобы сделать этот очень важный шаг. Дальше написано. дай мне уразуметь путь повелений Твоих и буду размышлять о чудесах Твоих. Мы в наших собраниях слышим молитвы покаяния. Чаще всего это молитвы совершенно неподготовленные, просто из сердца исходящие, из глубины сердечной. Одна сестра рассказывала, я какое-то время посещала христианское собрание, а потом к покаянию призывают. И я понимаю, мне тоже надо делать этот шаг. И я стала готовиться. Знаете, я даже молитву написала. Я выучила ее. Я готовилась. Я буду так. Когда я пришла на собрание, прозвучала проповедь, я вышла. Я все забыла, что я писала. Все забыла. Я просто молилась тем, что было в моем сердце. И каждой такой молитве звучит элемент, ясно выраженный или не очень. Я хочу жить по-другому. Я хочу жить по-другому. Кто-то даже обещание дает, Господи, я буду теперь по-другому жить и поступать. это очень важный элемент. Иисус Христос, когда был на этой земле, Он говорил такие слова. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». В Священном Писании и в целом в нашем понимании этого вопроса примерно так звучит, что надо пройти дверь. дверь из прошлой жизни в жизнь другую, жизнь с Богом, жизнь послушания Ему заповедям и повелением Его. И вот в этом счастье, в этом благодать, в этом любовь к Богу проявляется. Итак, я читаю последние три стиха, прочитанного мною восьмистишья. А два средних пока пропущу. Смотрите, как написано. «Я избрал путь истины, поставил перед собою суды твои». «Я избрал» – это уже действие, это уже решение, это уже что-то сделано. «Я избрал путь истины, больше поставил перед собою пути твои». Я чуть позже к этому вопросу вернусь. Что мы ставим перед нашими глазами, чтобы у нас не было раздвоенности, чтобы у нас не было вот такого вот состояния духовного косоглазия. «Я прилепился к откровениям твоим, Господи, не постыди меня». Следующий более глубокий шаг. «Я не просто поставил перед собой, я не просто избрал, я прилепился к ним». «Я прилепился к ним». То есть, это же такое плотное прикосновение, больше того, когда слово Священного Писания говорит «прилепился», это не просто приклеить, это проникновение, это взаимное проникновение. «Я прилепился к заповедям твоим». Это следующий, очень важный шаг к победной христианской жизни. И еще один. «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». Это уже свободное такое течение, это направление, это направление, это уже полноводное какое-то вот такое стремление. Для меня это отрада, это для меня приятность, для меня это так приятно идти этим путем. Здесь я нахожу для себя полное удовлетворение, счастье. Это духовная глубина, это духовная высота. «Потеку путем заповедей твоих». Другого течения у меня нет. Может быть сопротивление этому течению, но я потеку путем заповедей твоих. И вот теперь между одним состоянием, о котором мы говорили, обращением к Богу, искренним обращением к Богу, и другим состоянием победной жизни, к которой мы все стремимся и хотим бы, хотели бы ее иметь, есть дверь. Иногда кажется, из одного состояния в другое перешел и один только шаг. К сожалению, не так. У некоторых это длинный темный коридор. У некоторых это длинный темный коридор. Они один шаг сделали, хороший, правильный шаг. А во второе состояние никак прийти не могут. В чем дело? И многие проходят этим. У некоторых этот период не сильно большой. Это период духовного возрастания. А у кого-то это длинный период, и вы знаете, он годами длится. Некоторые, к сожалению, вот в этом коридоре темном, они и проводят большую часть своей христианской жизни. В чем дело? Что это за коридор? Что это за опыт нашей жизни? Два стиха я прочитаю 28 и 29 душа моя истаивает от скорби. Укрепи меня по слову твоему. Удали от меня путь лжи и закон твой даруй мне. Душа моя истаивает от скорби. Вы знаете, друзья, здесь такая мысль, что мы, как люди, в большинстве случаев живем в сфере чувств. В сфере чувств живем. Вот торжественное собрание, съехалась молодежь, подготовился оркестр, хор, участие хорошее. И вот подъем мы переживаем, да? Духовный подъем, нормальный, правильный, естественный. Слово звучит, оно зовет нас, оно приглашает нас, оно пробуждает внутри такие стремления, которые к духовному направляют наши цели, и мы решения принимаем. Я буду жить так. Теперь будет все по-другому. Заканчивается служение. Мы уходим, уезжаем, мы погружаемся в сферу нашей обычной, естественной, ежедневной жизни. И все окружение начинает влиять на нас. и наш внутренний мир начинает меняться. И через некоторое время кто-то опускается на дно и забыто общение, и все, что было, только вспоминается, вспоминается, как приятная память, а внутри как будто ничего не осталось. В чем дело? Почему? Как преодолеть эту сферу жизни только в чувствах? У нас нет времени много над этим размышлять, но я хотел бы сказать вот о чем. Друзья, когда мы находимся на богослужении, двери нашего сердца мы открываем для Господа, для духовного, и оно проникает. Когда мы уходим в другое место, в другом месте находимся, к сожалению, бывает так, что двери нашего сердца открыты и для другого влияния тоже. И что тогда получается? И получается, образно говоря, сквозняк, который очень быстро все выносит, и опять остается то природное, плотское, греховное, и христианин искренне, он в этом состоянии мучится, он не может оставаться в таком состоянии, что ему надо, он в скорби, выход надо найти. Какой выход? Где этот выход? Закройте плотно дверь в этот мир, закройте ее плотно, откройте ее для Господа, поставим перед собою заповеди его. Еще одно, одна причина, вот в чем заключается, в нас есть греховная природа, и она впитана каждой клеточкой нашего тела и ума. У нас греховных привычек много. Мы формировались в этом направлении определенный период нашего времени, нашей жизни. Некоторые в течение многих лет жизни формировались в этом направлении. А когда мы теперь обратились к Господу, надо приобретать другие привычки, другие навыки, а прежние все еще имеют влияние и власть над нами. И вот здесь нам нужна помощь, здесь нам нужна сила от Господа, сила воскресшего Спасителя, о чем мы многократно слышали на этих служениях. Но об одном хочу сказать, друзья мои, нам необходимо серьезное, глубокое исповедание. Надо идти к служителям, к братьям опытным духовной жизни, братьям, которые Господь поставил, открыть сердце свое по-настоящему искренне и глубоко. и если вам трудно побеждать искушение, если вам трудно поддерживать эти правила, идите. Этот путь предусмотрел Господь в Слове Священного Писания для того, чтобы нам оказать духовную помощь. Он, когда был на этой земле, он сам эту помощь духовную оказывал. Он оказывал ему ее апостолу Петру. Он оказывал ее там, на берегу озера Генесарецкого. Вот происходило это исповедание, оно происходило больше по инициативе Иисуса Христа, но Петр исповедовал свое состояние, свои внутренние чувства открыл перед Господом и вновь обновилось сердце это решительное желание идти за Господом. Ты знаешь, ты все знаешь, что я люблю Тебя. Не получилось, споткнулся, упал. Петр опечалился, так написано, но сказал, люблю Тебя, люблю Тебя, Господи, и хочу идти за Тобою. И Господь вновь ему говорит, иди за мною. И не просто иди, другим помоги, помоги другим, будь пастырем овец, будь пастырем агнцев, помоги тем, кто на этом пути делает первые шаги, и это будет Твоей помощью, помощью Тебе в Твоей духовной жизни. Да благословит нас Господь, дорогие братья и сестры, стремиться к этой благословенной возвышенной цели иметь победную христианскую жизнь в Боге. Аминь. Аминь. Аминь.